Всем привет! Вы на канале Сергей Аганчаренко. Сегодня мы говорим о смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra, а точнее о его производительности и железе. И вот железо в этом смартфоне установлено самое новое, самое производительное на сегодня, на сегодняшний день, на 2023 год. И процессор это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который немного оптимизирован или там как-то настроен под Samsung. То есть он идет как for Galaxy или for Samsung. И в итоге это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу. В паре он работает с графическим ускорителем Adreno 740. Ну и по памяти также все очень интересно. Почему? Потому что память здесь также максимально новая, быстрая и скоростная. Так вот, оперативной памяти здесь 12 ГБ типа LPDDR5X. Она также самая новая, самая производительная, быстрая. Ну и постоянная память здесь используется UFS 4.0. На данный момент это также самая производительная, самая быстрая память. И, наверное, это либо первый, либо один из первых смартфонов с таким вариантом быстрой памяти. Ну и объем памяти в моем случае это 512, но вы можете выбрать 12 на 256, 12 на 512. И возможно, возможно, я не помню, есть еще 12 на 1 терабайт. Но в продаже я видел в легкодоступной продаже, где вы практически везде его можете купить. Это 12 256 и 12 512. Рекомендую покупать, конечно же, 12 512. Разница там есть, но в доплате не такая уж существенная, если покупать смартфон, если брать стоимость смартфона в целом. При 256 гигабайтах вы, когда включаете смартфон, там около 60 гигабайт уже написано, что занято под систему. Конечно же, это минус, и поэтому лучше всего покупать 512 гигабайт. В особенности, если вы любите снимать видео, он может снимать и в 4К, и 60 кадров в секунду, и в 8К. И если любите фотографировать, в особенности при высоком разрешении. А разрешение здесь порядка 200 мегапикселей, что стоит также учитывать. Если посмотреть на бенчмарки, то, к примеру, в Antutu 9 версии смартфон набирает 1 274 000 баллов. Если перейти в рейтинг, то мы посмотрим, что в рейтинге этот смартфон находится в пятерке, наверное, в пятерке самых производительных смартфонов. Да, вот, смотрите, в пятерке он пятый, получается 1 274 000. Все, кто выше, имеют значения, ну, минимально отличающиеся от этих на данный момент. Соответственно, что можно сказать, что из Android смартфонов это самый производительный смартфон, или практически самый, или один из самых производительных смартфонов. Но бенчмарки это одно, а как работает с приложениями этот смартфон, это совсем другое. Давайте, например, еще покажу несколько тестов. Например, вот в бенчмарке Geekbench в сингл-кор он набирает 1500 баллов, в мультикор 4889 баллов. Кстати, для сравнения покажу вам мой старый смартфон Realme GT Neo 2. Это двухлетний смартфон, у которого установлен достаточно-таки хороший производительный процессор. Это Qualcomm Snapdragon 870. И с этим процессором смартфон набирает 675 000 баллов. И, смотрите, прошло буквально два года, и мы получаем топовый процессор, который практически в два раза будет производительнее, нежели то, что мы имели ранее. Хотя, в принципе, производительности даже Realme GT Neo 2 на сегодняшний день, ну, можно сказать, многим хватит. Ну, и в Geekbench результаты, как вы видите, если сравнивать оба смартфона, разница также практически в два раза. Не всегда, но чуть меньше, чем в два раза, но она существенна. Причем, достаточно существенна. И еще один тест на скорость считывания и записи. Обратите внимание, значение 2764 Мбайт в секунду на запись и 3300 на считывание. Для того, чтобы вы могли понять, быстро это или нет, вот тот же самый Realme GT Neo 2, который имеет память UFS 3.1, здесь значение, как вы видите, 715 против 2700 и 1600 против 3300. То есть, в некоторых случаях даже более чем в два раза производительнее память на скорости считывания и запись. Это, конечно же, круто, но как, опять-таки, помимо вот этих вот всех бенчмарков, как это работает на деле, давайте попробую показать, насколько это возможно. И в стандартных бытовых приложениях, сейчас закрываем, все работает просто замечательно. Например, запуск Instagram, моментальный, как вы видите, запуск. Scroll. Плавный, лишь бы успевало все загружаться, подгружаться. Реально все быстро, плавно, без рывков и подтормаживаний. Далее, сворачиваем, пролистали ленту, и мы немножко позже вернемся к ней. YouTube. Запуск, ну, пускай не такой уж моментальный, как в Instagram, но достаточно быстрый. Давайте еще раз повторим. YouTube. Да, не моментальный, но достаточно быстрый. Кстати, вот по запуску YouTube некоторые смартфоны могут еще и поспорить. Далее, плавность отличная. Никаких фризов, подтормаживаний, все достаточно быстро. Запоминаем, ленту новостей здесь пролистали. Далее, Twitter. Twitter, ну, моментально прогрузился. Смотрим, скролл плавный. С Twitter это тяжело. Тяжело получить плавный скролл, потому что иногда даже флагманы здесь пасуют. Ну, нормально, все неплохо. Далее, давайте Play Market. Так, пролистали здесь. И вот только сейчас я заметил, что видеозапись была остановлена. Остановлена случайно, и предыдущая часть видеоролика не была записана. И это, конечно же, минус. Минус состоит в том, что по производительности у меня абсолютно никаких претензий не было, потому что вот даже после запуска я успел запустить игры, запустить Game Booster, запустить Genshin Impact. И при всем этом смартфон держит в фоне вот тут же самое Instagram и плавно работает. То есть, к этому абсолютно вопросов никаких нет. Давайте я вот еще раз запущу Genshin Impact. И расскажу по поводу, вы увидите, настолько быстро это запускается. Это первое. Я успел немного поиграть даже. К сожалению, это все не записалось. Ладно, во всяком случае, что стоит отметить? То, что Game Booster выводит специальное... Опять какое-то обновление подгружалось. Выводит специальное меню, в котором вы можете видеть количество FPS. Вы можете видеть загрузку CPU в процентах, график загрузки, температуру и загрузку по памяти. Как вы видите, на сейчас загрузка по памяти 45%. График по CPU чаще всего он до 70% получается загружен. И при этом FPS порядка 55-60%. И это хорошо и круто. И пока я здесь старался что-то вам показать, записать, я перебил всех врагов. Но, во всяком случае, если посмотреть, то график FPS сейчас 60. И он стабильный, графика максимальная, настройки максимальные. И мало кто из смартфонов может предоставить такие возможности и значения. Вот CPU 76-78, температура сейчас 35. И причем смартфон не перегревается. Его в руках держать вполне комфортно. И проблем никаких не возникает при длительном, даже длительном использовании смартфона. Что очень-очень даже хорошо. Вот немного экшена. Так что вопросов к игровой производительности у меня абсолютно никаких нет. Перегревов, разогревов и прочего здесь также нет. Вот, работает отлично. Так, ну и по всем остальным играм, тем более, никаких претензий не будет. Потому что Genshin Impact одна из самых тяжелых игр, которая только возможно сейчас взять, как-то нагрузить максимально смартфон. Ну и хотелось бы еще показать троттлинг-тесты. И вот, к примеру, первый из скриншотов тестов. 30 минут полной нагрузки. И троттлинг составляет всего-навсего 15%. И график, ну, практически идеально ровный. Потом я все-таки сделал еще несколько тестов. И здесь в следующем тесте уже 80% производительности. Хотя следующие 30 минут были, ну, также смартфон уже был разогрет. И потеря всего-навсего 20% производительности, это немного. Но в дальнейшем я решил еще протестировать смартфон, когда я буду играть на нем, когда я проводил игровые тесты. Это спустя где-то полтора-два часа игровых тестов. Я запускаю еще троттлинг-тест. Пока смартфон тепленький или горяченький даже. Я смотрю на производительность, на тест. И, как вы видите, троттлинг составляет всего-навсего 25-26%. Это, можно сказать, ничтожно мало для такого производительного процессора и для такого производительного смартфона. Средняя производительность 284 гипса, минимальный 229, максимальный 316. Ну, можно вот посмотреть 284. Просадка была вот одна единственная, после которой, после это где-то минутная, может быть, двухминутная просадка. И потом производительность снова возросла до уровня порядка 80%. Соответственно, что? Ну, троттлинг, можно сказать, он практически отсутствует. И это очень хорошо, так как производительность и работа этого железа, этого смартфона, во-первых, настроена нормально, а во-вторых, работает вполне адекватно. Так что вот как-то так по производительности, по железу. У меня только положительные впечатления. Работает быстро, шустро. Интерфейс работает просто моментально. Передвигается по меню, по приложениям. Открытие, закрытие очень хорошее, быстрое. Абсолютно ничего плохого не могу сказать. Смартфон здесь выше всяких похвал. Работает отлично, без проблем. И игры, и бытовые задачи. Здесь даже придираться особо не к чему. Работает отлично. Работает отлично. Продолжение следует...